Здравствуйте! В этом видео бабушкин метод, как добиться пышного цветения у герани. Как сделать так, чтобы герань цвела круглый год и радовала вас большим количеством цветоносов. Этот метод использовали еще наши бабушки. Нет никакого секрета, обязательно дождитесь, я вам все расскажу. И для того, чтобы добиться активного пышного цветения, наши бабушки многие пишут, что ничего не использовали. Но я сомневаюсь, что в детстве вы, например, в 10-летнем возрасте, допустим, смотрели за тем, как выращивает бабушка герань. Ну, цветет герань и ладно. Но лично те, кто занимается цветами с раннего детства, обязательно следили за своими бабушками, смотрели, что они делают, какие применяют рецепты. Есть ли вообще секрет бабушки для того, чтобы герань цвела круглый год. Секреты, конечно, есть. У каждой бабушки был свой секрет, был именно своя подкормка, был свой волшебный рецепт подкормки герани, чтобы она цвела круглый год. И у моей бабушки, конечно, тоже был свой метод, секретный метод выращивания герани на окне. И она добивалась пышного цветения. Также выращивала в открытом грунте. Ну, там, конечно, вырастали прямо лошади, огромные шапки. То есть было очень-очень хорошее цветение. Но и в домашних условиях цветения было тоже не меньше. Сейчас, конечно, не герани сорта, а именно пеларгонии. Пеларгонии выводят селекционеры. На радость нам, любителям пеларгонии, создают новые сорта. И мы наблюдаем за цветением каждой пеларгонии. С каждым разом радуемся новому цветоносу. И поэтому сегодня сделаем все то же самое, что делала моя бабушка много лет назад, добиваясь большого количества цветоносов, но уже с сортовыми пеларгониями. Будет результат. Я уже пробовала, вам даже показывала, кто внимательный. Я думаю, запомнил этот метод. В тот момент я просто не озвучила, что это бабушкин метод выращивания герани. И сейчас давайте сразу с вами приступим. Я вам покажу, как правильно выращивать герань, чтобы было такое большое количество цветоносов, не только на улице, но и в домашних условиях. Итак, давайте с вами начнем. Нам понадобится очень хороший жирный грунт. Что такое жирный грунт? Помните, наши бабушки применяли именно грунт с огорода. Раньше был грунт прям чернозем, шикарный. Можно брать и было выращивать абсолютно все цветы без исключения. Сейчас такого грунта у меня лично в огороде нет. У меня тяжелый, простой такой вот, ну, обычный грунт, не сильно питательный, потому что приходится постоянно все подкармливать. Поэтому давайте с вами создадим примерный аналог именно жирного, шикарного грунта, чтобы в дальнейшем по минимуму подкармливать и получить шикарный результат. Начнем с горшка. Еще один секрет. Был большой горшок. Я прекрасно помню, как моя бабушка выращивала, даже в тазиках высаживала туда герань, и она великолепно росла. Ну, просто стояли на веранде, именно такой вот микроклим, где было прохладно. И она гнала именно цветоносый герань круглый год. У меня вот есть уже прижившийся маточник. Мы с вами его пересаживали в цимус. Об этом у меня есть и видео на канале. Все прижилось, была полностью обрезка. Смотрите, наросли новые листики. Листовая масса пошла. Все, значит, можно уже пересаживать в хороший большой объем. Все то же самое можно проделать с любой геранью, которая растет у вас в маленьком объеме, допустим, в одном литре. Давайте вернемся к нашему грунту. Для того, чтобы получить жирный грунт, у меня здесь перегной, процентов 50. Это верховой. Плюс у меня здесь добавлен торф, процентов, наверное, 40. Дальше все остальное идет перлит. Можно добавить древесный уголь для того, чтобы было комфортно. Плюс дренажные камушки. В обычном грунте, как правило, содержится абсолютно все. Есть мощное питание. У меня в данном случае питания нет, поэтому я буду добавлять цимус. Он содержит биогумус. Это универсальный цимус. Это почвообразующий субстрат абсолютно для всех растений. Чем можно его заменить? По составу не нашла. А чем заменить? Потому что содержит большое количество макро-микроэлементов. А также в составе есть азот, фосфор и калий. Давайте создавать грунт 21 века, жирный, хороший, питательный, чтобы наша герань была большая, красивая и выдавала огромное количество шапок для того, чтобы увидеть пышное цветение. Так, все тщательно перемешиваем. Цимус применяется. Одна мерная ложка на литр грунта. Почему именно цимус применяю? Потому что я уже проверяла, все лето вам показывала. И по этому же методу буду выращивать теперь и дома. Способствует быстрой адаптации растений при пересадке. Нам сейчас с вами именно это и нужно. Потому что именно сбалансированная почва поможет нарастить и корневую систему. И пойдет листовая масса и в дальнейшем уже красиво, пышно зацветет. Также цимус можно добавить на любой стадии вегетации, прикопав возле корневой системы. Секрет активного роста на самом деле прост. Это большой объем. Неважно черенок ли это, либо маточник. Я вам показывала, как я пересаживала малюсенький черенок, которого была даже небольшая корневая система в 5 литров. И он уже цветет. Это был двухмесячный черенок. Смотрите, у меня рост маточник 700 мл. И он не цветет. Поэтому делайте выводы. Нужно выращивать в большом объеме. Что делать дальше? Обязательно дождитесь, я вам все покажу. Эксперименты дают свои результаты. Это положительные результаты. Мне нравится такое именно выращивание. Давайте вспомним действительно, как выращивали ваши бабушки. Многие даже пишут, что выращивали в 10 литрах. Таскали домой. Просто в ведрах перетаскивали в домашние условия. Но я выращивала в тазике. Это тоже место было. Даже и в домашние условия перетаскивала в дом. И они в стенках у нее зимовали. Некоторые маточники, это когда они уже более взрослые были растения. То есть им давали отдыхать. Молодые герани в то время тоже не отдыхали. А цвели круглый год. У меня прошла обрезка. Поэтому я омолодила свою пеларгонию. И могу смело ждать теперь пышного цветения даже к Новому году. Один из методов выращивания наших бабушек. Это жирный грунт, большой объем и органические удобрения. То есть натуральные. Органику мы с вами используем круглый год. Я вам также показываю все на канале. Если кому интересно, обязательно заходите. Смотрите, простые домашние органические удобрения для любых цветов. Не только для герани. Ну а смотрите, мы с вами пересадили. И чтобы максимально приблизиться к тому времени, нам нужно место. И солнышко. Нужно южное окно. Прекрасно помню, как солнышко в окошке у бабушки было круглый год. Поэтому они так пышно и красиво цвели. Если у вас нет южного окна, создаем юг и создаем солнышко самостоятельно. У меня будут растения на стеллаже. Это стеллаж двухметровый. Ширина метр. Глубина 50 сантиметров. И высота 200. Для того, чтобы было им просторно. Они не будут соприкасаться с друг с другом. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Это, кстати, с левой стороны у меня черенки двухмесячные. Смотрите, они цветут в большом объеме. А это маточник, который рос в 700 миллилитров. И он не цветет. Вот, смотрите, они будут расти. И они будут соприкасаться с друг с другом. Будет воздух. И плюс будет мощная фитолампа, которая поможет активно расти. Солнышко любит герань. Ей нужно солнышко круглый год, чтобы цвести. Именно круглый год. И последнее, это, конечно же, температурный режим. Для того, чтобы добиться именно того температурного режима, нам нужно отслеживать. Купите градусник. Потому что на полках, если будут фитолампы мощные, здесь тоже будет жарковато. Поэтому ставим наш стеллаж в максимально прохладное место. И поддерживаем температуру примерно 24-25 градусов. Этого будет достаточно. Чтобы герань у нас цвела действительно круглый год. Что касается подкормок в зимний период для цветения. Я прекрасно помню, что бабушка использовала настой банана, настой чеснока. Просто натирала, даже просто резала вместе с кожурками. И настаивала примерно 2 часа. И поливала под корень. Все это, естественно, нужно проследить. Никто раньше не подкладывал именно банановую кожуру, там чеснок прямо в грунт. Потому что тоже начинается проблема. В домашних условиях мы это не подкладываем, а именно поливаем чистым настоем. Можно также и луковую шелуху использовать для полива. И подобные средства. Об этом смотрите у меня на канале. Все эти подкормки были и использовали, потому что элементарно не было удобрений. Если даже, например, смотреть 80-е года, то никаких удобрений точно не было. По крайней мере, в деревне только использовали органические подкормки. Ну а сейчас, естественно, 21 век. Давайте с вами, может быть, найдем те средства, которые нам понадобятся именно сейчас. У нас все-таки не герань 80-х годов, а именно сортовая пеларгония, которая более капризна, которой нужен дополнительный уход. Для того, чтобы снизить стресс даже при пересадке у растения, можно через несколько дней опрыскивать с натуральным виталайзером. Можно использовать эпин, можно использовать циркон. Это для тех, кто не любит органику. Но для тех, кто любит органику, обязательно смотрите на канале. Для увеличения корневой системы используем монокалийфосфат. Это для тех, кто уже торопится, для того, чтобы герань выросла еще быстрее. Но помните, монокалийфосфат, он так немного старит корневой. И берем также фитоспорин для полива, чтобы не было проблем, для профилактики. Можно брать также почвоулучшители, можно брать целую линейку цимуса, для того, чтобы поливать с аминокислотами и витаминами. Также опрыскиваем с янтарной кислотой. Создаем условия максимальные, чтобы было именно питание со всех сторон. И в грунте, и по листовой пластине. И в дальнейшем все. Ожидаем пышного прироста листовой массы, а также увеличения корневой системы и прирост большого количества цветоносов. Это именно самая главная наша цель. Давайте сделаем с вами небольшой вывод. Для того, чтобы добиться пышного цветения, и герань цвела круглый год, первое, берем большой объем, можно 5 литров, у кого позволяет именно площадь, где можно поставить. Можно 3 литра взять. Далее, берем очень жирный питательный грунт. Добавляем почву улучшитель цеймос. Обязательно, потому что там биогумус, там большое количество макро-микроэлементов, что позволит нашим гераниям быстро прижиться. Далее, создаем солнышко. Если нет южного окна, нужны фитолампы более мощные. Можно 50, 80 ватт, там 88, по-моему. У меня лампы более 100 ватт, поэтому цветение будет обязательно. Далее, создаем микроклимат. Желательно в воздух не более 25-26 градусов. В дальнейшем делаем подкормки. Можно с современными, можно с органическими. Но после органики всегда просушиваем грунт. Ну, а на сегодня это все. Не забывайте подписаться на канал. Других соцсетях, НЗН, Одноклассники, Телеграм, ВК, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо и до новых встреч!